Сегодня произошло такое событие. Вот с этим человеком мы ехали на машине, а ночью прошел дождь. У нас вот дорогу строили, не достроили, высокая как насыпь идет. И в прошлый раз мы когда ехали, я говорю, до сих пор доедем, до самого конца уже спускаться на первый мостик. Машину поставь здесь, свернул в сторону, оттуда хорошо видать. Потом развернемся, одним колесом, где посередке трава стоит, ее же колея идет, а другой здесь, и ты выйдешь. А он хотел назад вернуться, прямо в деревню. Я говорю, нет, не пойдет. Любит поспорить, на своем настоять и каждый раз проигрывает. Ну и тогда сделали, вернули, все нормально. Сегодня так же едем. Нет, мы проедем туда. Дальше я говорю, не проехать. А обратно даже, если ты проедешь, то обратно не проедешь, потому что подъем, глина, все сырое. Я проеду. Хочешь на спор, он сразу. На спор. Так было? Да. Так. Ну, я говорю, знаешь, 40 без одного. Если ты проиграешь, 40 ударов плетью, как в Израиле было, и, чтобы не ошибиться, они делали 39. 39. 39 это нормально, ни унижения, ничего нет. А если 41, то честь его пострадает. Поэтому Павла трижды били, там палками били они. 40 без одного. Ну, поехал он. Туда-то спустился, а дальше даже туда поднять уже не мог. Закрутила, завертела, закидала. Одна ведущая, наш танк, он бы прошел. Газель, имею в виду. Ну, оставляй машину. Ну, ты понял, понял. Вот я его и хотел сказать. Ну, ты ощутил, что проиграл? Да, я проиграл. Однажды случилось так. Звонит один из мужчин, и батюшки жалуются. Я вот разговаривал, показывает на меня, ну, пообещал, а получилось так, что нет, и, ну, как-то надо бы попятиться, чтобы я с него не требовал. А что-то такое надо пойти было сделать. А он такой малодушный. Батюшка говорит, а ты знал, с кем разговариваешь? Ну, нет, ну, ты знал или не знал, что у него игры нет, он по-серьезному все воспринимает. И ты по-серьезному говорил, да, а теперь назад. И как я буду ходатайствовать? А о чем? Ну, и человек этого не стало. Он ушел. Но выполнить он выполнил. И вот я здесь так все подумал, зарядил в интернет, и вот что я там прочитал. Интернет-то зарядил, а оно сразу скидывает на наш форум. Аргументы и факты. Это многомиллионная газета. Номер 24. Номер 24. Страница 19. Что-то год у меня не указан или указан тут. Вот. Страница 19. Называется «Тайная и явная». Порхотерапия. В Новосибирске это. Профессор Герман Пилипенко. За год вылечил 70 человек. Пьяницы, наркоманы. Я согласен с ним совсем. Но лечить надо намного раньше. Не когда он спился, а когда он перестал слушаться родителей. Вот где надо. А что именно так нужно? Это притча Соломона, 10 глава, 13 стих. 13 глава, 25 стих. 22 глава, 15 стих. И 29-й, 15-й. Говорит именно так. Не жалей розги, наказывай. Он не умрет. Вот. Ты выправишь его, чтобы впоследствии утешаться. Нужны розги. Из чего? Он говорит «Ива». Вот у нас здесь. Покажи, куст растет. Я их заготовил. Он говорит «Какой длины, какой толщины». Вот так. 6-12 миллиметров. 6. Ну будет 6 миллиметров-то. С этой стороны, конечно, надо. 6-12. Ну, в этом пределе. По одной. А одну я связал двумя. Больше тут ничего нет. Длиной. Длиною около одного метра. Ну, вот она у нас маленько. Около. Это не обязательно. Дальше. В Италии нашли записи. Лечили еще в 13-м веке особь царского достоинства. Дети не слушались. Дети не слушались. Им порка. И встану на место все. Вместе, оказывается, сейчас работают двое. Доктор биологических наук. Профессор Сергей Спиранский. Я так не понял его. Они в разных местах работают или как. Ну, это газета говорит дальше. И это написано в 18-м томе открытым оком. Вопрос 3193. Тут все оттуда взято. 30 процедур. Вот я вот. Чтобы сейчас там ложиться. Там фотографии. И он где-то там в лесу вот эти вот вырезает. А надо еще вырезать, когда рядом. То есть, некоторая разница есть. Ну, а что это? Она хорошая? Ну, ясное дело, что игры никакой нет. За толстую брать. Толстая сильно. Ну, это такое и есть. Это не палка. Нужен полный, говорит, раздну и полный удар. Он все описывает, как делает. И что интересно, говорит. Больший результат, когда мужчина, мужчину порит женщина, а женщина мужчина. Пока это необъяснимое явление. Дольше запоминается. 30 процедур. Каждая процедура 60 ударов. 60. А как 60? А он говорит, значит, один раз в неделю. Процедура 4 месяца. И за каждый раз два подхода по 30 ударов. И между ними 20 минут. 30 раз его просек. 20 минут отдыхает. Там показана девушка, электрона лежит. Теперь ее тоже. Получается 60. Итого 30 процедур по 60. Давайте еще раз посмотрим. Тридцать, трижды шесть, восемнадцать, тысяча восемьсот ударов. За четыре месяца. Исцеления, которые идут, они говорят, там, почти 100 процентов. Тех, которые... Ну, не несчастные. Если это до 18 лет, то нужно согласие хотя бы одного из родителей. Только вот такое. Ну, тебе сколько лет? Есть. Без родителей. Мамку не будем спрашивать. Отца не знаешь. Так, ты согласен, что тебя накажут по справедливости, чтобы ты никогда не противоречил старшим. Ты очень много противоречишь. И упорно. Однажды ты не послушался, тебе это обошлось 30 тысяч рублей. Так? Хоть мог бы не делать. Ну, сказали, не надо. Да вышел, да и все там съемку вел. А тот кинулся, аппарат сломал. Так, ты готов? Готов. Готов. Вот у меня в лагере такое. Так, не подглядывать. Там один человек вышел, подглядывает. Снимает. Ладно. Я предлагаю ему три горящих. Это крапивы. Или лишиться завтрака. Ну, разно. Я лучше без завтрака. Ну, без завтрака, значит, сиди тогда. А другой. Накажите, но буду... О, за смелость садись за стол. Наказывать не буду. Вот я тебе хотел сказать, это что я знаю, это... Что тут игры никакой нету. Все это очень серьезно. Вот. Я сейчас... Я приготовил тут кое-что. Хотел надеть костюм. Все это по-серьезному дать надеть. Вот. И две подушки приготовил. Одна подушка, на которой спят. Ну, такая, чтобы не... Это... Такая вот. А другая вот такая, я под нее подложу. Потом я ими воспользуюсь. Лежат они только на руках. Ничего больше не надо. С собой приносят на кушетку одну простынь. Стоимость рост и проще там что... Ну, это, в общем-то, очень дешевая. Так, ложись. Так это... А со мной ломается. Ой, господи, поднимай. Значит, такое дело. Только пока три удара ему выбери, какой. Я ему даже предложил. Скажи, какой из этих тебе выше? Взять. Они одинаковые все. Одинаковые. Выбери, какой тебе покажутся выше. Вот и вот, вот самый тоненький. Самый болезненный, это тонкий. Там поясняет. Вначале наказывают первые десять ударов тонким, а потом потолще, потолще уже. Ну и такое дело. Так. Ну-ка, встанем отсюда с этой стороны. Ну и что, молиться не будем? Будем молиться. Давайте. Это с головы я снимаю. Господи, благослови. И вразуми этого отрока. И сними с него эту проказу, противление, спора, желание настоять на своем. Голова открыта, я открываю. Я специально закрыл потом, чтобы открыться. Все равно же видно где-то. Да будет имя Твое благословенно отныне и вовек. Аминь. Ну, давай, первое, значит. Ну, сейчас сколько? Три раза и все? Три раза, три раза, значит. С полным размахом. Вот, как следует. А дальше я ему предложу выбор. Это пятое место называется. Так, все. Теперь смотри. Поверни голову сюда. Как, ощутимо? Да. Так ты лежишь еще в штанах. Там-то показано, у них почти ничего нету. А вот теперь давай, смотри. Полюби к тебе. Я делаю тебе предложение. За каждый следующий удар ты будешь говорить, простите, спорить больше не буду. Удар считается за удар. Или ты говоришь, простите, больше не буду, или получаешь удар. Да, да. Говори вслух. Простите, больше спорить не буду. Значит, это считается за один удар. Простите, больше спорить не буду. По подушке говорит. Хорош. Так, быстро повторяй. Простите, больше спорить не буду. Хорошо. Следующий. Простите, больше спорить не буду. Значит, простите, ради Христа больше спорить не буду. Простите, ручек скорить не будут. Так ты сзади с этой стороны. Не-не-не, это я ему говорю. Так. Видите, какой год удаю ему. Дальше. Кажется, поломалась? Нет, она не поломалась. Ну, отлетела она маленечко. Ладно. Ага, хорошо. Так, давай. Ну, еще один, и будет десять. Да, десять. Простите, ради Христа, больше спорить не буду. О! Хорошие штуки прошли. Теперь держи-ка. Посмотри, какая мысгота. Под ней сложу воздухом надутую. А это вторая подушка. Это любовь к нему такая. Пошел. Простите, ради Христа, больше спорить не буду. Простите, Христа, ради 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 больше спорить не буду. Так, все, теперь смотри, я это все снимаю, и чтобы не ошибиться, ну, у нас где-то больше половины было, значит, понятно, нам этого достаточно. Ты на нас обиды не держишь? Нет. Ну, все, мы снимаем маски. Ты наш друг и брат. Да. Прости, брат, ради Христа. Да нет, это вы меня простите. Просто не возьмешь, это я военная палатка. Я дома сидела и молилась, потому что они сами там разберутся. Так, держи. У меня было желание без подушек еще продолжить, но я что-то вас пожалел, но вы выйдете. Нас осуждать будут, там, ой-ой-ой, что-то в интернете будет. Я тебе на память, выбери какую-нибудь. Вот эта, которая была. Так, ты тебя возьми, яду на память, пусть она лежит. Когда приедет кто-нибудь непослушный, там дочь или кто-то скажет, вот поркотерапия. Есть, в Новосибирске-то. И люди отовсюду едут. Так, мужчина один говорит, мужчины плащут. Один директор был, говорит, жена ушла, работу потерял. А друг ему рассказал, он говорит, а мне терять нечего. Он пошел. Пошел, и он сразу принял. Он подготовку ведет, не больной ли, не психически ли ты, не будет ли у тебя мысли отомстить. Нет, нет, нет. Дальше он делает подписку. У него все очень по-серьезному. Сереж, а вот эти вот подушки. Как будто бы чернота какая с меня, говорит, лентой сошла. Через подушки, через подушки что-то. Нет, не чувствую. Это я специально все сделал так, чтобы... Ну, 39, я скажу, это заплатишь. Да ты что, ты что, я... Так, он, главное, держит рука. А я дома сижу, думаю, а вдруг еще начнет упрямиться, скажет, я за Павлом потянусь. И это самое, за Павлом Павлов. Ему 39, и я буду терпеть. Думаю, господи, помилуй, да что ж я буду делать? Люба, ты все обдуманно. Ужас какой-то. А когда он-то машину-то бросил, машина одна стояла, и он только вот подогнал ее. Подсохло, все как надо. Впереть никогда не спорь. Потому что ты моложе, у других опыта больше. И уже опыт был, мы оставили, вернулись, и все это благоприятно. И ты другим это все расскажешь. Ну, это я возьму себе. И... Кто снимал одну? Так, пошли ужинать. Ты не ужинала? Нет, я уже ужинала. Поужинала, ну, пошли. Спаси Христос. Спаси Христос. Он вроде начали... А почему меня женщина будет наказывать? Я говорю, и он не выбирает. Пилипенко выбирает. Значит, давайте помолимся сейчас. За Германа Пилипенко и этого сперранского фельдия. Господи, благослови этих людей. И сохраня от всякого рода зла и греха. И тех, кто получил излечение от пристрастия к вину, к наркотикам. Будь милостив к ним. Ибо слово твое не ложное говорит. Раб знает волю, но без наказания он не исправится. Хвала тебе. Честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Я палатки забираю, а ты забирай. Я две палатки, чтобы он, слышь, выбрать мог, на какую ложиться. У него выбор был очень большой. Я тебе укладу. Ну, опять же, видишь, любим мы его. Ну, вот, я что хочу сказать. Вот, когда читаешь, как-то оно где-то. А тут вот коснулось, что я должна это сделать. Сережа, подушку вот эту занеси в сарай. А тебе на себе испытать. Тоже. О, смотри, что он прахнет. То, что мы читаем, надо все сделать на прахне. Хотел я костюм надеть, показаться военным. А потом я ладу думаю. Следующий раз. Не надо, что вы, что я ловит. О, ты что? О! Налдешь, что-то, молодец. Прости нас, Господи, и помилуй нас, Владык. Прости нас, Владык.